Господь, мы просим о том, чтобы Ты благословил это Слово, которое перед нами. Пускай имя Твое сегодня прославится, пускай Слово проникает в наше сердце, сеется Господь обильно и приносит плод. Во имя Иисуса Христа мы молились. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Для меня сегодня честь проповедовать на Первом потоке. Я надеюсь, никто не спит. Знаете, я по паспорту жаворонков, но по жизни сова. Я всегда говорю, я живу под прикрытием. Так что, если кто-то здесь сова, я вас понимаю. Держитесь. Перед нами будет Слово Божье. Знаете, прежде всего я хотел бы поздравить всех, кто вчера заключил завет с Богом, всех, кто присоединился к церкви. Пускай Бог благословит вас и даст вам служение по вашему сердцу. Перед нами будет проповедь, которую я назвал «Уроки пустыни». Уроки пустыни. И прежде чем мы обратимся к Слову Божьему, которое в Матвее находится, можем уже открывать Евангелие от Матфея, 3 глава, я хотел бы рассказать предысторию. Это история об Иисусе Кресте, начале Его служения. Свой путь Иисус начинает с крещения в Иордане. Он приходит к Иоанну, крестителю на допуск, проходит собеседование. Иоанн его допускает, Иисус крестится. Все как в нашей церкви. То есть мы, как по Писанию, все так же происходит и с Иисусом Христом. И дальше Матфея, 3 глава, с 16 по 17 стих, и дальше 4 главу мы будем читать. Давайте мы посмотрим. И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и все отверзлись ему небеса. И увидел Иоанн, Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И все глаз небес глаголющий, сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. И дальше 4 глава. Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола. И постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал, если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделали с хлебами. Он же сказал ему в ответ, написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Итак, первый пункт в моей проповеди так и звучит. Живи Божьим Словом. Живи Божьим Словом. Давайте немного глубже посмотрим на эту ситуацию. Дьявол приходит к Иисусу и говорит другими словами, ты истощен. Ты только что сорок дней ничего не ел. Но твоя жизнь сейчас зависит от куска хлеба. Если ты Сын Божий, скажи этим камням, чтобы они превратились в хлеб, чтобы они сделали с хлебом. И Иисус здесь делает очень интересную вещь. Он цитирует дьяволу текст из книги Второзакония, 8 глава, 2-3 стих. Давайте посмотрим на него и прочитаем полностью, что там происходило. И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне. Вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем. Будешь ли хранить заповеди его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манную, которую не знал ни ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Бог в пустыне испытывал евреев, чтобы узнать, что в сердце их. Чтобы узнать, хранят они что? Что ты хранишь в своем сердце? Заповедь. Слово от Бога когда-то услышанное. Есть ли оно там? Просыпаются они утром и живут благодаря собранной манне или собранному слову от Бога? Другой брат, дорогая сестра, моя и твоя жизнь зависит не от куска хлеба. Моя и твоя жизнь зависит от слова Божьего. Хочу поделиться здесь маленьким откровением, которое я здесь получил. Первые слова, которые Иисус Христос произносит в начале своего служения, это слова, что важнее моего голода, важнее моих тяжелых обстоятельств, важнее моих нужд сейчас является Слово Божье. Это первые слова, которые Он произнес, Слово Божье на первом месте. А теперь вспомните, давайте вспомним, какое слово недавно слышал Иисус Христос. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение». Другими словами, дьявол, что значит, если ты Сын Божий? Я Сын Божий. Мой отец во всеуслышание это заявил. Ты, кстати, тоже это слышал. Я Сын Божий. Я живу этим словом. Я не раб своих похотей. Для меня важно то, что сказал мой отец. Да, я Сын Божий. Дорогие мои, это то, что когда-то Бог ожидал услышать, ожидал увидеть в сердцах израильского народа в пустыне. Он хотел увидеть в ихнем сердце не сердце раба, не сердце, наполненное роботом, не сердце, наполненное ищущее, где поесть, ищущее, где голову преклонить, может быть, решение каких-то своих материальных нужд. Нет, Бог хотел увидеть сердце Сына, сердце дочери, сердце человека, свободного от своих похотей, сердце, жаждущее не хлеба, а Слова Божьего. Вот что хотел Бог увидеть. Другой брат, дорогая сестра, я хочу, чтобы вы знали, Бог дал каждому из вас Слово. Первые слова, которые вы услышали в своей жизни, произнесенные Богом, когда вы приняли завет с Богом, были, сей есть Сын мой возлюбленный, сей есть Дочь моя возлюбленная, в Нем, в Ней Мое благоволение. Каждый из вас дорог, очень сильно дорог и ценен для Господа. Бог очень сильно вас любит, Богу очень сильно вы нравитесь. Давайте не будем давать дьяволу нас обмануть. Может быть, в нашу жизнь приходят мысли, я могу, я сам это переживаю, приходят какие-то мысли, что у меня ничего не выйдет, я никто, я раб, ничего не получается, у меня ничего нет, у меня ничего в жизни не получится никогда. Послушайте, это ложь. Это ложь, это дьявол сеет эту ложь. Не слушайте его. Обратитесь к Слову Божьему, что оно говорит. Давайте мы посмотрим в Евангелие Туана 1, 12. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Чадами Божьими. Детьми Его. Дал власть быть Его детьми. Не рабами, а детьми. Сын и дочь по-другому себя ведут. Они не ведут себя, как рабы. В сердце раба, послушайте, всегда обида. В сердце раба всегда ропот. Ропот на своего начальника, ропот на своего пастора, ропот на обстоятельства вокруг, на песок, на пустыню, на жизнь. И в конце концов, знаете, на кого ропот? На Бога. Вот какое сердце раба. А сердце сына, сердце сына, всегда благодарность. Благодарность за то малое, что ты имеешь. За то слово, которое Бог дал. Хотя бы то слово, которое Бог дал. Боже, спасибо Тебе. Спасибо Тебе за то, что я Твой сын. Благодарность за пастора. Благодарность за начальника. Благодарность за песок, за пустыню, которую ты проходишь. Благодарность за Бога, который рядом. Вот что отличает сына от раба. Раб всегда смотрит на то, чего у него нет. А Сын Божий и Дочь Божья смотрят на то, что у них есть. Дьявол, может быть, у меня сейчас нет хлеба, но у меня есть Слово Божье. У меня есть Слово, которое Бог мне сказал, что я Сын Его. И этим Словом я живу. Этого достаточно, чтобы жить. Вот что происходило в пустыне с Иисусом Христом. Если ты дитя Божье, посмотри, что у тебя есть. Посмотри на обетование, которое Бог тебе дал. На Слово Божье, которое у тебя есть. Словом Божьим ты будешь жить. Послушайте, манна, перепела, вода со скалы, решение каких-то материальных нужд евреев так и не научили их любить Бога. Не научили искать Слово Божьего. Они научили только искать манну. Они вместо Слова Божьего искали удовлетворение своих нужд. Хлеба они и Слова Божьего не искали. Друг к другу перелепись к Слову Божьему. Перелепись всем своим сердцем. И Бог благословит тебя. Он освободит тебя. Это Слово тебя насытит. Какое Слово сейчас звучит в твоем сердце? Обратись. Бог дал каждому из нас это Слово. А даже если у тебя этого Слова нет, сегодня приди домой, открой Библию, скажи, Господь, я жажду, я хочу, чтобы ты дал мне Слово. Дай мне откровение, дай мне обетования твои. И Бог обязательно даст. Бог обязательно благословит. Знаете, уже три года, как мы живем в своем собственном жилье, благословенном жилье, и для нас, для меня, это без привлечения, земля битаванная. Но перед этим было 17 лет съемного жилья. Бог миловал, не 40. Вот, 17. Но на каком-то, и знаете, на каком-то этапе, примерно, может быть, 7 лет до собственного жилья, мы с женой приняли решение, что я и мой дом, мы будем служить Господу. Вы знаете, мы зашли в наш магазин, в духовную аптеку вниз, мы нашли картину ручной работы, на которой написано, я и мой дом будем служить Господу. Мы пришли перед Богом, мы помолились и сказали, Господь, мы принимаем решение, что это слово, оно уселится в наше сердце, это слово от Тебя. Мы и наш дом будем служить Тебе, несмотря ни на что. Даже если нам придется всю жизнь прожить в съемном жилье, даже если так, мы будем служить этим съемным жильем Тебе. Мы помолились, повесили картину на видное место, поставили свои подписи там, расписались, и каждый день, вставая на работу, просыпаясь, мы видели эти слова, эти слова были перед нами. Мы служили как могли. Как у нас получалось? Мы не отказались ни одного служения, которое нам предлагали. Наш дом всегда был открыт для домашек, наш дом всегда был открыт для каких-то мероприятий, для гостей. Знаете, и Бог благословлял. Бог благословлял. Мы никогда в своей жизни не нуждались в куске хлеба. Бог был рядом всегда. Мы никогда не нуждались в хорошей работе. Бог благословлял меня хорошей работой. В всякий раз, когда мы переселялись, когда мы съезжали на какое-то новое жилье, это было всегда лучшее жилье, всегда намного лучшее по качеству и по оплате, по коммунальным услугам или по аренде. Это всегда было самое благословенное. Бог здесь даже был верным. И спустя 7 лет Бог дал нам свое благословенное собственное жилье. и то слово, которое живило нас, та картина, которая висела в съемном жилье, теперь висит в собственном. И наш дом уже не съемный продолжает служить Господу. Продолжает делать то, потому что это слово, оно не закончилось, оно несет благословение в нашу жизнь. Мы продолжаем стоять на этом слове, потому что здесь огромное благословение и жизнь для нас. Ищи не хлеба, не решения своих нужд, а ищи прежде слово Божие. И ты увидишь, как это слово даст тебе жизнь, и оно ответит на все твои нужды, насытит тебя. Второй пункт. Не искушай Бога, верь ему. Не искушай Бога, верь ему. Идем дальше. Матвея, 4 глава, с 5 по 7 стих. И потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма. И говорит ему, если ты сын Божий, бросься вниз, ибо написано ангелом своим заповедует о тебе и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею. И Иисус сказал ему, написано так же, не искушай Господа Бога твоего. И так дьявол другими словами говорит, окей, ты сын Божий, понятно, все услышали, все поняли, то давай теперь, докажи всем, что ты сын Божий. Прояви это чудо. Покажи чудо. Все увидят ангелов, увидят, что ты не упал, не разбился и поверят тебе. И Иисус здесь делает тоже уникальную вещь. Он отвечает ему словами из Старозакония 6 главы 16 стиха. Вот полный текст. Не искушайте Господа Бога вашего, как вы искушали Его в массе. Что такое масса? Масса это было место, где был ропот и недовольство евреев, из-за которого Моисей по настрелению Бога ударил в скалу и из нее потекла вода. Об этом написано в исходе 17 глава 7 стих. И нарек место тому имя Масса и Мерива по причине укорения сынов Израилевых и потому, что они искушали Господа, говоря, есть ли Господь среди нас или нет? Боже, есть ли ты среди нас или нет? Послушайте, прошли тысячи лет. Прошло тысячу лет. А этот вопрос к сожалению, к огромному сожалению, среди Божьего народа звучит и сейчас. Звучит и сейчас. Боже, есть ли ты среди нас? Боже, ты есть. Почему со мной это происходит? Я прохожу эту пустыню, где ты? Боже, яви себя, покажи свое чудо, покажи, что ты рядом. это то, чем искушал Бога народ израильский. Это то, чем искушал Иисуса Христа дьявол. Послушайте, в конечном итоге Иисуса от начала служения до самой крестной смерти все время искушали и дьявол, и народ, и даже его ученики. Даже ученики. Покажи нам чудо и поверим тебе. Яви нам Отца и достаточно с нас, вися уже на кресте в конце своего служения. Точно такие же слова летят в его сторону, в сторону Иисуса Христа. Если ты Сын Божий, сойди за Христа, докажи всем свою божественность, покажи нам чудо, и этим заставишь всех поверить в тебя. Заставишь поверить. Послушайте, но Бог не хочет заставлять тебя верить. Не хочет. Он не хочет, чтобы ты поверил в Него через какое-то чудо. Не хочет сломать твою свободную волю. Иисус так и говорил, чего искушаете Меня? Не будет вам никакого знамения, кроме знамения Ионы Пророка. Ибо как Иона был в очреве кита, так три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи. Вам недостаточно того, что я умру и воскресну? Разве вам недостаточно моей жертвы за вас? Я хочу, чтобы вы полюбили Меня. Я хочу с вами построить близкие отношения. Я не хочу чудесами вас кормить. Я не хочу заставить чудесами, чтобы ваша воля поломалась. Я хочу, чтобы вы чистого сердца приняли мои близкие отношения, мою дружбу с вами, мою смерть, мою жертву за вас. Послушайте, ни одно чудо так и не изменило сердце израильтян. Слушайте, ни одно чудо так и не изменило сердце израильтян. Десять казней египетских были для того, чтобы показать Израилю, не Египту, а Израилю, что Бог здесь, Он рядом. Чудеса, когда они переходили через Иордан, вода из скалы, манна с неба, перепела, столб огненный ночью, пылевой днем, все это, все эти чудеса были, чтобы показать, что Господь всегда рядом. Я рядом с вами. Я вас никогда не оставлял. И после этого вы снова искушаете меня, говорите, есть ли Бог среди меня, есть ли Бог рядом со мной? Боже, где ты? Другой брат, дорогая сестра, ни одно чудо не изменит твое сердце. Но Иисус Христос сможет сделать это. Его жертва, Его жизнь, Его близкие отношения с тобой. Иисус знал об этом. Иисус знал, что чудеса, они только будут давать еще большую жажду по ним. Мы будем только бегать за чудесами, но никогда в жизни не познакомиться с Иисусом. Иисус хотел близких отношений. Иисус хотел отношений с каждым из нас лично. Не искушай. Не нужно. Дьявол, не делай этого. Не надо. Я покажу нечто большее. Я дам нечто большее человеку. Посмотрите, какое откровение здесь Бог показал мне. В начале служения, в начале служения Иисуса дьявол что делает? Он берет его, ставит его на вершину храма высоко и говорит, бросься теперь вниз. на землю, на камень и увидишь, что не разобьешься. Бог спасет тебя. А Иисус говорит, не искушай, я сделаю нечто большее. Я покажу чудо нечто большее. Я покажу другой поступок, намного важнее. И уже в конце служения, в конце служения Иисус высоко, выше того храма, на который поставил его дьявол. Висит, пригвожденный ко Христу за твой и мой грех. Умирает и падает ниже камня, ниже земли, в преисподнюю, за тебя и за меня. И Бог спасает его и воскрешает его на третий день. Не будет вам большего знамения, чем знамения Иоанна и Пророка. Не будет. Вот что изменит твое и мое сердце. Я в своей жизни принял решение, что жертвы Иисуса Христа для меня достаточно. Достаточно, чтобы доказать его любовь ко мне, чтобы доказать его милость ко мне, чтобы доказать, что это слово, что эта жертва меняет мое сердце, меняет мою жизнь, дает мне землю обетованную. Он всегда рядом. Даже когда хлеба нету, даже когда пустыня, даже когда холод, даже когда ничего вокруг нету, Бог рядом. Бог рядом. Потому что Он умер за меня. Потому что Он дал свою жизнь за меня. Его слово и Его жертвы для меня достаточно, чтобы жить. Конечно, чудеса в моей жизни важны. Конечно, они были. Я верю, что они еще будут. Но они не главное. Это не главное, дорогие мои. Главное, что сделал Иисус. Главное, увидеть Бога в тех обстоятельствах, которые вокруг тебя. Не чудеса увидеть, не ману увидеть, не какие-то проявления, а Бога увидит во всем этом. Слова Его в своем сердце. Может быть, ты проходишь какие-то обстоятельства в своей жизни. Может быть, тебе тяжело. Научись не роптать. Научись быть благодарным. Бог всегда рядом. Знаете, в моей жизни были разные обстоятельства. Были ситуации, когда, будучи студентом, второй курс, 90-е годы, кризис везде. А у меня из еды, знаете, полбанки варенья и чай. И чай, это вот, когда ты берешь кипяток и просто варенье кидаешь туда. То есть, это даже не заварка. И Бог был рядом. Бог благословлял. Были люди, которые помогали. Были ситуации, когда, я помню, зима, и я все еще студент, это приносит студенческие годы, вспоминается, и нет нормальной куртки. То есть, не во что одеться. То есть, ничего теплого нет. А рядом есть братья, сестры, которые это видят. И Бог через них проявляет себя. Я помню, брат просто от чистого сердца мы пошли на базар, он купил мне просто теплую, хорошую куртку. И я это помню до сих пор. Прошло уже много лет. Я помню, как Бог был рядом с ним, рядом со мной в то время. Бог побудил его и проявил свою любовь ко мне. Не раз были ситуации, когда мне приходилось поправлять свое здоровье. Я попадал в больницу, и иногда нужно было оперативно мешать, и все это время, все это время Бог был рядом через моих братьев и сестер. Я старался видеть, я не старался роптать, когда хотелось роптать, я старался видеть Бога во всем этом. Я старался увидеть Его руку. И она была. Кто-то навещал, кто-то звонил, ободрял, кто-то молился, кто-то послужил автомобилем, кто-то финансами. Все время Бог был рядом. Все время Бог благословлял. Для меня Божьего Слова и жертвы Иисуса Христа достаточно, чтобы знать, что Бог любит меня. Достаточно, чтобы знать, что Он рядом. Не скушай Бога. Бог доказал уже свою любовь к тебе и ко мне. Третье. Богу поклоняйся и служи. Идем дальше. Восьмой, десятый стих. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору, неугомонный, и показывает ему все царства мира и славу их. И говорит ему, все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне. Тогда Иисус говорит ему, отойди от меня, сатана, ибо написано Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи. И последнее. Дьявол показывает и предлагает Иисусу власть над всеми царствами мира. Власть и славу их. Но при маленьком таком условии, что ты упадешь и поклонишься мне, признаешь меня своим господином. И Иисус цитирует дьявол заповедь из старозакония. Господа Бога твоего бойся или поклоняйся или уважай и ему одному служи. Это заключительный этап испытания в пустыне. На таком же этапе был израильский народ. Бог показал им землю обетованную, показал им власть и славу этой земли. И чтобы войти в нее, нужно было только одно. Определиться, кому ты служишь, кому ты веришь. Нужно было только одно. Смириться во сердце перед Богом, признать Его господство, признать, что Он Господь и поверить Его Слово. Но что они сделали? Они провалили урок по Слову, они искали не Слово Божье, а Ману. Они провалили урок по искушению, они не искали Бога, не видели Его, а искали чудес. Они провалили этот урок. Они начали роптать, они сказали, вернемся назад в Египет, назад в рабство, лучше будем служить фараону, а не Богу. Вдумайтесь, лучше та земля, чем земля обетованная, которую нам Бог дает. Не безумство ли это? Дьявол пытается исказить картинку и показывает Иисусу как бы землю обетованную и говорит, поклонись мне и станешь господином всех их. Но Христос поставил себе за цель не господство над людьми, а служение людям. Не господином я буду, а служителем для них, рабом я стану для них, я буду им служить. Отойди от меня, сатана, прочь от меня, я Богу моему поклонюсь, ему буду служить и наследую ту обетованную землю, которую он для меня приготовил. Не ты показываешь, не ты пытаешься обмануть, а он. А служить ему, это служить этим людям. Не господствовать над ними, а служить им. Служить значит накормить не себя, а их прежде. исцелить. Не себя, а их. Не себе ноги помыть, а им ноги. Отдать свою жизнь не за себя, а за них. И последнее, что мне Бог показал здесь. Когда Иисус не поклонился дьяволу, а поклонился Богу. Когда смирил себя, когда сказал, да будет воля твоя, а не моя. Когда Он умер за твои и мои грехи и когда воскрес, Он наследовал ту землю обетованную, которую для Него приготовил Господь. Об этом написано в Филиппинцам 2 главе 7 по 11 стих. Но уничижил себя, принял образ раба, сделавшись подобным человеком, по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилась всякая колена небесных землях и преисподних и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос во славу Бога Отца. Вот земля обетованная. Твоя и моя земля обетованная. Небо, которое приготовил для тебя и меня Господь. Дьявол предложил ему только этот мир, а Бог дал ему все. И этот мир и преисподнюю и небеса. А знаете, что значит слушать, поклоняться и служить Богу практически? Это служить людям, помогать их в бедах, накормить, когда кто-то голоден, навестить в больнице или дома, или позвонить, когда кто-то болеет, просто поддержать. Если ты хочешь послужить Богу, тогда отзовись на его просьбу. Помоги тому брату или сестре, которых тебе Бог уже давно показывает, которых Бог тебе вложил в сердце. Не игнорируй его слова. Помоги. Ты увидишь, как ты сильно послужишь Богу. Ты получишь ту радость, ты благословение получишь от Бога. Послушай, может быть, ты двигаешь лавочки здесь по утрам, расставляешь. Может быть, ты служишь в группе приветствия, стоишь, улыбаешься. Послушай, может быть, твоя улыбка, и ты ничего не больше не умеешь, ты просто умеешь улыбаться, но твоя улыбка спасет жизнь кому-то. Может быть, твоя улыбка кого-то ободрит сегодня, он поменяет решение, которое он принял, он захочет служить, он захочет идти за Богом. Может быть, твое доброе сердце кому-то поможет, может быть, твои отношения с кем-то, может быть, твое прости или прощаю принесет огромные благословения кому-то. Это может очень сильно послужить. Может быть, ты молишься, может быть, ты просто принес десятину. Все это служение для Бога. Знай, ты Богу послужишь. Этим самым послужишь. Ни единый компромисс с дьяволом. Не слушай его. Он обманщик. Он отец лжи. Ничего хорошего для тебя у него нет. Ничего хорошего ты не получишь. Обман, пустышку. Только Богу служи, как делает это Иисус. Просто служи людям, как умеешь, как получается. Не нужно что-то делать сверх грандиозное. На том месте, где ты есть. Как ты видишь, как у тебя получается. И ты видишь, как Бог тебя благословит. И последний стих, который мне так сильно нравится. Это одиннадцатый стих, который заканчивается эта история. Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. Как только я выбираю служить Богу. Слышите, как только я выбираю служить Богу, Бог выбирает служить мне. Как только ты выбираешь служить Богу, Бог посылает ангелов, которые будут служить тебе. Которые будут рядом с тобою. Которые ободрят. Которые, если надо, накормят. Которые поддержат. Когда ты служишь Богу, Бог будет служить тебе. Бог не останется никогда в долгу. Знаете, в моей домашке есть брат, который переехал сюда из Крыма в 2014 году. Он оставил свой дом, там, где он жил, все обстоятельства жизни. Сел в свою машину, которая такая старенькая, знаете, с женой, двумя детьми, и приехал сюда. Просто стал ходить в нашу церковь. Потом он стал просто служить людям, так, как он умел, так, как у него получалось. Просто помогал, молился за них, поддерживал. Всегда был рядом, всегда был просто помощником. Он был помощником своего дьякона, через какое-то время стал. Он не совершал каких-то великих, знаете, ярких, видных подвигов. Он просто получил слово от Бога, что нужно переехать. Это и было его слово. Он переехал сюда, полностью доверился Богу, стал тихо и безропа наслужить Ему. Как у него получалось? Он всем сердцем искал, как он может еще больше Богу послужить. Он искал, Боже, а где я могу послужить? Как я могу послужить своему дьякону? Как я могу послужить братьям и сестрам в моей домашке? Я буду молиться за них. Я составлю молитвенный список, буду за них молиться. Может быть, у какой-то есть нужда, я приеду, помогу. Может быть, кто-то похоронил своего близкого, я просто буду рядом, побуду с ним рядом, посижу. Может быть, порадуюсь с кем-нибудь. Я просто буду рядом, чтобы показать, что Бог рядом. Просто послужу Ему. Когда когда-то встал вопрос выпечки хлеба для причастия, этот брат обошел все окрестности пекарень, чтобы найти нужный рецепт, нужную технологию, чтобы получился замечательный хлеб. Он купил специальные формы. Он выпекал по 12 хлебов в день, иногда ночью не спал, чтобы утром привезти три хлеба. Когда мы еще, помните, ломали хлеб. Три хлеба сюда в церковь, самых лучших, самых вкусных, самых красивых. Делал это чистого сердца. Денег не брал, не брал денег. А что Бог сделал для него? А как Бог Ему послужил? Сегодня Он уже замечательный пастор района. Замечательный пастор района. Я смог полностью доверить Ему вопрос причастия. Брат посвященный. Бог благословил его собственным жильем, у него собственное жилье. Бог дал ему третьего ребенка. Бог благословил его своим бизнесом. Знаете что? Я верю, что Бог его еще благословит. На этом благословения Божьи не закончились. Потому что он служит Богу. Потому что он услышал Бога, вложил его в свое сердце. Потому что он всегда видел Бога перед собой. Не роптал, а искал возможности прославить Бога, послужить Ему. И посвятил свою жизнь служению. Так как он мог. Так как он умеет. Делал обычные вещи. И Бог благословил его. Когда ты служишь Богу, Бог обязательно послужит тебе. Слышишь? Бог обязательно тебе послужит. Давайте мы поднимемся. Сегодня мы говорили про три важных урока о пустыне. Урока, который не прошли евреи в пустыне, но прошел Иисус Христос. Он закончил эту историю. Он сделал так, как должно было делать евреи. Как сделать израильский народ. Я верю, что мы сможем также пройти эти уроки. Я верю, что Бог благословит нас, и мы сможем пройти. Получи слово от Бога. Живи им. Оно станет благословением для тебя. Вцепись в него. Вложи его в свое сердце. Поставь его на предистал, на первое место между своих нужд. Самое главное, Слово Божие, я им буду жить. Не искушай Бога. Верь Богу. Бог всегда рядом. Ему не нужно доказывать свою любовь. Он уже сделал это. Умер за твои грехи. Он уже это сделал. И третье. Служи ему. Служи, как можешь. Служи от чистого сердца. И он послужит тебе. Друг Господь, мы сейчас стоим в молитве перед Тобою. Боже, мы благодарны Тебе за то, что Ты учишь нас. За то, что, Господь, Ты любишь нас. Боже, мы благодарны Тебе за то, что Ты не махнул на нас рукой, и Ты, Господь, ведешь нас в землю обетованную. Боже, спасибо Тебе за Слово Твое. Боже, спасибо Тебе за то, что Ты когда-то провозгласил, что мы Твои дети. Что мы дороги для Тебя. Боже, научи нас жить жизнью сына и дочери, жизнью свободного человека, жизнью благодарного человека, Господь, не жизнью раба. Научи нас видеть то, что у нас есть, Господь, а чего у нас нету. То, что у нас есть. Научи нас благодарить Тебя за то, что у нас есть. Боже, научи нас видеть Тебя в каждом обстоятельстве в наших жизнях. Боже, научи нас видеть Твою руку. И когда день, Господи, и когда ночь, и когда песок, и когда зной. Боже, когда холод, Господи, когда голод. Научи видеть Тебя. Научи нас видеть руку Твою, Твою милость и Твое сердце. Боже, и приведи нас в землю обетованную. Боже, Ты приготовил для нас небо. Боже, научи нас служить Тебе. Научи нас выбирать Тебя. Боже, научи нас поклоняться Тебе. Боже, научи нас идти за Тобою. Верить Твоим словам. Верить Твоим обетованиям. И в свое время, Господь, войти в ту землю, в те благословения, которые Ты приготовил для нас, для каждого из нас. Боже, благослови, дай сил, дай веры. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Послушайте, все царства мира, которые когда-то сатана показывал Иисусу, канули в небытие. Их слава и величие, оно померкло и исчезло. Но Иисус Христос сегодня жив. Сквозь тысячелетия Он жив сегодня. Он готов миловать Тебя. Он силен спасти Тебя. Он силен изменить Твою жизнь. Он силен привести Тебя в землю обетованную. Довести Тебя до неба. Он протягивает сегодня руку к Тебе. Готов завести Тебя туда. Готов благословить Тебя. Готов свершить то, что Он приготовил для Тебя. Вопрос только в одном. Протянешь ли ты руку Ему? Готов ли ты идти рука об руку с Иисусом Христом? Его слава не померкла. Его власть и величие на века. Он вчера и сегодня один и тот же. Он показал, как ты дорог для Него. И сегодня Он хочет спасти Тебя. Сегодня Он хочет простить Твои грехи. Если вы сегодня, если вы вообще не каялись еще ни разу, и вы сегодня здесь, задайте себе вопрос, почему вы здесь? Неужели не потому, что Бог хочет спасти вас? Бог сюда вас привел. Бог побудил ваше сердце. Бог что-то вложил в вас, и вас это сюда привело. Он хочет спасти вас, где бы вы ни были, если вы еще не каялись. Проходите сюда. Сюда, пацану, и мы будем молиться за вас. Я хотел бы за вас просто помолиться. А может быть, вы уже каялись. А может быть, вы уже принимали Господа как своего Господа и Спасителя. Мы отступили по какой-то причине. Но вы еще здесь. Бог все равно вас сюда привел. Знаете, что это значит? Он говорит, что Он любит вас. Он жаждет с вами построить близкие отношения. Он хочет, чтобы вы вернулись обратно в Его дом. Он хочет вас благословить, где бы вы ни были. Придите сюда. Придите. Придите перед Его лицом. Мы будем молиться. Молиться за вас. Я не зову вас к себе, не зову вас к церкови. Я зову вас к Господу. Он прощает грехи. Я просто человек. Вам выбирать ходить в какую церковь. Но я хотел бы, чтобы у вас были близкие отношения с Богом. Я хотел бы, чтобы Бог благословил вас, простил вас, чтобы у вас началась новая жизнь, новый этап вашей жизни. И Бог готов это дать. Бог готов вас благословить. Бог готов коснуться вашего сердца. Бог готов изменить ваше сердце. Придите мы будем молиться. Если вы есть, если вы еще сомневаетесь, не сомневайтесь. Бог очень любит вас. Послушайте, Ему намного стеснительнее было висеть на кресте. Голом, обезображенным. Но Он не стеснялся этого делать. Не стеснялся за тебя и за меня умирать. Не стеснялся преклонить свои колени и сказать, да будет воля твоя, Господь. Не стеснялся умереть. Не стеснялся. Грехов надо стесняться. Грешить нужно стесняться. Но неправильных поступков перед Богом. Если Бог тебя побуждает, не сомневайся. Выбери то, что Бог для тебя приготовил. Выбери жизнь. Выбери путь, по которому тебя ведет. Выбери его. Не сомневайся. Иди за ним. Не верь в ложь дьявола. Не верь. Не верь. Эти плейсменты. Мы поддерживаем вас. Слава Господу. Боже, спасибо тебе за смелое сердце. Спасибо тебе. Не верь дьяволу. Послушайте. Он для тебя ничего хорошего не приготовил. Дьявол для тебя ничего хорошего не приготовил. Ничего нет у тебя. У него для тебя. Ничего. Только у Господа спасение. Только у Бога благословение. Только у Бога жизнь. Его слово. Он это доказал. Дьявол ничего не доказывал для нас. Дьявол не умер за нас. Он не может ничего сделать. А Бог отдал свою жизнь за тебя и за меня. Давайте мы закроем глаза и просто помолимся этой молитвой. Пускай эта молитва исходит от вашего сердца. Искренне от вашего сердца. Господь Иисус, прости меня. Прости все мои грехи. Дай дар вечной жизни. И приведи меня в землю обетованную. Господь, помилуй меня. Очисти меня. И дай мне небо. Дай мне жизнь вечную. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Мы помолимся за вас. Господь, я прошу о том, чтобы ты благословил, Господь, каждого, кто сегодня принял тебя. Каждого, кто покаялся в грехах. Боже, помилуй. Боже, защити. Боже, веди. Боже, благословляй. Храни. Пускай они будут, Господь, твоими детьми. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Эти аплодисменты для вас. Пускай Бог благословит вас. Мы радуемся вместе с вами. Пройдите, пожалуйста, по центральному проходу в фойе. С вами познакомиться. Вам подарят подарки. Пускай Бог благословит вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова